Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что творится? Я не верю своим глазам, а еще 5 минут назад я просто ввел код Аурум. Не взирая на просмотры над этим роликом, я очень сильно старался, ребятки. Ролик снят на официальном сервере разработчиков Brawl Stars. Досмотрите ролик до конца, прожмите лайк, подпишитесь на канал, а код Аурум можете ввести уже прямо сейчас. Отис — новый хроматический боец. Его можно будет по классике жанра забрать на 30-м степе нового Броупасса. Ну а открыв Броупасс полностью, получить скин на Отиса. Когда Отис радуется, то просто не может устоять на месте. А расстраиваясь, его морская звездочка пытается его утешить. Или это не поцелуй был? Фараотис чем-то напоминает мне Беа. Возле него тоже летает какая-то летучая особь, но также есть коварная змея. Но самая эпичная анимация, конечно же, поражение. Пчелка осуждает Фараотиса за проигрыш, но змея разбирается с этой пчелкой. По атаке и ульте предлагаю сравнить Отиса с другими бравлерами, которых я выберу рандомно. Атака — Отис разбрызгивает чернила из ружья, заряженного краской. Ульта — Отис бросает килла, который повысает на противники при столкновении и в течение короткого времени не дает тому атаковать. Против сейфа, конечно же, бесполезно. Но не спешите делать выводы. В боях это очень эффективно. По скорости Отис, возможно, не самый быстрый, но и не самый медленный. Здоровье! 5700 хп. В игре Brawl Stars это считается очень даже неплохим показателем. Сплэш урона у Отиса, к сожалению, нет. Поэтому справиться с восьми ящиками ему крайне тяжело и долго. А что будет, если заставить Отиса противостоять роботу? И на мое гигантское удивление, пассивка, ульта и гаджет очень круто работают против робота. Это один из немногих бравлеров, которые могут в соло остановить робота первого уровня и так, чтобы он не нанес ни единого процента урона башни. Длина выстрела действительно очень даже немаленькая. Ульту он бросает на то же расстояние, что и стреляет. В осаде я не пытался сносить башню множество раз, но вот что получилось с первого раза. И считаю, это очень хороший результат. Ульта на первый взгляд кажется не такой крутой, но она очень эффективна, ребятки. Если вы досмотрели до этого момента, прожмите прямо сейчас лайк, подпишитесь на канал и код Аурум. Не забывайте о коде Аурум. Плюс в телеграм-канале прямо сейчас у меня проходит конкурс на три новых скина. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на телегу, нажимайте участвовать в закрепленном посте. Что по пассивкам? Первая называется Прилипало. Морская звездочка сил с этой пассивкой будет действовать на 33% дольше. Вторая пассивка — запасной картридж. Количество чернильных капель, разбрасываемых Отисом, увеличивается на 33%. Первый гаджет — спящая звезда. Если следующая морская звезда не попадает в противника, то замрет на земле до тех пор, пока рядом не появится враг. Коварная штука. Второй гаджет — большой хлюп. Следующая атака Отиса — выстрел громадным шаром чернил, оставляющим лужу, которая наносит 810 очков урона в течение 3,8 секунды. Вы помните, как Отис расправился с большим роботом? Очень эффективная штука. И традиционное противостояние нового бравлера против всех бравлеров в игре Brawl Stars. Правила очень простые. Дистанцию я выбирал субъективно. На обеих бравлерах играю лично я. Слева моя левая рука, справа моя правая рука. И прошу без пошлостей. Ковбойская система. Кто остается в живых, получает 1 балл. Текущее сражение создано для того, чтобы посмотреть на взаимодействие между этими бравлерами в плане атаки. Не относитесь слишком серьезно к этому испытанию. Но прикинуть, кто круче — Отис или все бравлеры в игре — можете уже прямо сейчас в комментариях. Поехали. Отис против Шелли. Ну, я бы все деньги мира поставил на Шелли. А в итоге Отис затаскивает. Плюс 1 балл. Хотя дистанция была действительно средняя. Нита против Отиса. Ииии... Вау! И здесь Отис побеждает. Счет 2-0, ребятки. Так, а что с Кольтом? Что с Кольтом, брат? Кольт, 60 хп. 60 хп, и он выживает. Так, Булл. О боже, этот скин Була — это что-то невероятное. Как будто не Булл. И Булл побеждает. Интрига. 2-2. Джесси. Отис впереди. Счет 3-2. Брок. Новый скинчик Брока, ребзы. Иии... Отис. Победа за Отисом. Ничего себе, я действительно очень сильно удивлен, если честно. Динамайк. Здесь я решил стрелять по очереди. Ну, потому что каждый метальщик проиграет по скорости выстрела, потому что очень долго взрывается. Но и это что-то как-то не помогло. Динамайку счет 5-2. И уже 6-2. Потому что Бо тоже пал. С Тиком такая же история. Стреляем по очереди. Так, ииии... Побах! А вот Тик оказался круче. Хотя это один из, наверное, самых... Ладно, не буду говорить, что это самый слабый в игре. Но потом просто... Ладно, все, забудьте! А вот 8 бит затащил. Чуть не сказал, что Тик самый слабый в игре. Смотрим дальше. Ага! Отис тут тоже затащил. А вот со Стю... Кто? Отис или Стю? Отис или Стю? Отис или Стю? Ам... 8? 8-4. Эль Примо! Эль Примо должен затащить. У него слишком много здоровья, ребятки. Да. Просто слишком много ХП. Барли! Барли или Отис? Ну, здесь, по-моему, все очевидно. Хоть и стреляли по очереди, но, как видите... Поко! 3-2-1 гол и минус Поко. Счет 10-5. Традиционно новые бравлеры, не знаю, как это работает, но ведут в счете. Практически всегда. А вот Роза решила не согласиться. 6-10. Точнее, 10-6. Рико! Отлетит, отлетит! Отлетел! 11-6. Дэрил! Ребятки, 11-6. И Дэрил, я думаю, сможет противостоять. Ну, обязан, да? Он ближник и зарабатывает в своей команде 7 баллов. Отис же двигается дальше. Ииии... Бабах! 12-7. Не тут-то было. Против новой нашей красивой Пенни. Карл. Так, ага. С Карлом шутки плохи. Были бы, если бы он был немножечко поворотливее. А так, к сожалению, к сожалению, братва. 13-7 счет. Джеки. Джеки должна навалять. Наваляла. Новый скинчик Джеки. Напишите в комментариях, какой скин вам нравится больше всего. Пайпер ставим на среднюю дистанцию. Все равно ей это не помогает. Никак не помогает. Но, если бы с самой дальней точкой, то Пайпер бы победила. В любом случае. Бэм. Минус Отис. Плюс один. Хорошо. Счет 14-9. Прекрасно. Так. Против Фрэнка. Против Фрэнка. Что тут у нас? Ну, у Фрэнка гигантское количество хп. Ну, никто не может, мне кажется, справиться с Фрэнком. Кстати, нужно сделать такую олимпиаду, где все против всех. 14-10. И... О-хо-хо! Барашка Биби затащила. 14-11, ребят. Мгм. А сейчас у нас Биа. 15-11. Но еще далеко не все бравлеры закончились. Сейчас мы только на эпических находимся. И первая ничья. У нас первая ничья. 15-11. Так. Эдгар, подойдем поближе. И... За счет того, что он хилится... Опять ничья! Да не может быть! Хо-хо-хоу! Неплохо. Так. Отец наваливает. Но гриф. Гриф впереди. 15-12. Мгм. Гром. Метальщик. Поэтому по очереди стреляем. Так. И... Ну, не все равно бы, все равно бы, все равно бы он бы выжил. Если с Динамайком там была обратная ситуация, то с Громом, увы. Клайд! Клайд! Я уточняю, что Клайд, потому что пушка только что стреляла. А вот сама Бонни без Клайда. Ну, просто должна поплатиться за Клайда. И таким образом получается это как бы ничья. Именно этого персонажа. Там проиграл, здесь выиграл. Мне кажется, довольно справедливо. Мортис. Мортис затащит. Съезд или нет? 300 хп, ребят. 300 хп остается. 18-13. Смотрим. Тара. Тара, 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 тара. 660. Интрига сохраняется. 18-14 счет. Еще 4 балла. Джин, сможет ли сравнять счет для своей команды и всех бравлеров? Нет. Отис в соло рвет. 19-14 пацанов. Так. Макс. Макс, Макс, Макс. 90 хп. 90. Я в шоке. Мистер Пи. А ну-ка, сможет ли удивить Мистер Пи? Да. 360 хп. Еще 20-15. Спраут. А ну-ка, покажи нам. Ну, хотим увидеть. По очереди стреляем. Нет. Слишком мало демага. 21-15 не справляется. Отис против Байрона. Давай плюшку. Эх. Как слишком быстро. Че он так отлетел, а? Сквик. Сквик. Сквайк. Сквейк. Называйте его как хотите. Может и даже желешкой. Но он проигрывает еще 23-15. Спайк. Ребятки, этот гениальный скинчик Спайка. И не затаскивает. Хотя, вот если бы Спайк прям вошел бы в Отиса, как бы это ни звучало странно, то он бы выиграл. Ну, если бы просто ближе подошел. И-и-и-и. 25-15. Хорошо. Леон. 25-15. Напоминаю, счет. Смотрим на табло. Леон. Да, я болел за тебя, малыш. Сэнди. Мой любимый скинчик на Сэнди. Хотя, сверху вот так и не скажешь, что она такая крутая. Вот мне нравится просто, как в лобби она выглядит. Амбер. Зажимаем правую клавишу и жом. Мне кажется, Амбер немножечко позже начал стрелять. Но, наверное, с этим ничего не поделаешь. Так. Мэг. Классическая Мэг по-любому проигрывает. Поэтому я поставил против робота. И таким образом она получает 1 балл. Хорошо, скажете, что подсудил. Говорите. Но, наверное, на счет это сильно не повлияло. 27-17. Плюс Отис продолжает всех в соло рвать. С этим ничего не поделаешь. Сёрдж. А Сёрдж здесь отлетел. Но остается 390 хп. И понятно, что если он прокачает себе левелы, то сможет спокойно побеждать Отиса. Ну, а тем временем Калет тоже побеждена. Лу. На очереди у нас Лу. И 420 хп. Буквально чуть-чуть постоянно остается. Но это достаточно для того, чтобы Отис держался и побеждал. Гавс. Я прям уже видел, как будто всё вот-вот и всё. И победит Гавс. Но не случилось этого. Белль. Белль. Стоять. Нет. И получается. Не получается. Бас. 33-17. И сможете что-нибудь сделать. Бас. Давай, брат. Тридцать хп. Тридцать четыре семнадцать счёт. Обалдеть. Эш, брат. Давай. Вот. Эш, Эш может. Да, наконец-то. Восемнадцать тридцать четыре. Конечно же, Отис уже очень люто ведёт. У нас последние хроматические бравлеры. Но... Оооооу! Шесть хп! Но сможет ли кто-то доказать Отису, что не настолько-то он и крутой? И 240 хп у Пэнга. Пэнг красавчик. Вот правда. Ева. Ева такая маленькая была. Маленькая, маленькая, маленькая. 36. Джанет. Джанет, наш сегодняшний... Увы. Увы, увы. Будет ли кто-то ещё? Или это последний бравлер был? Ну, еще у нас есть Фараотис. А ну-ка, как вы думаете, кто же победит? Победила дружба. Итоговый счет, ребят, 37-20. И на первом месте у нас сегодня Отис. На втором месте игра Бравл Старс. Ну, точнее, все бравлеры в игре Бравл Старс. Ребятки, над сегодняшним выпуском я старался и корпел, если есть такое слово, как никогда. Поэтому прожмите, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал. Вот прошу вас об этом постоянно. И обязательно введите код Аурум. А также напоминаю, что прямо сейчас проходит конкурс на три новых скина, которые легко забрать, если перейдешь по ссылке в описании в Телеграм и нажмешь кнопку участвовать на закрепленном посту. Всех обнял. Читаю регулярно ваши комменты. Поэтому пишите. Пока, ребят.